Привет, это уроки по Go и мы продолжаем. Сегодня тестирование, часть вторая. Если вдруг ты не видел часть первую, ссылка в описании. Поехали. Вторая часть тестирования у нас будет посвящена стороннему фреймворку для тестирования. Но прежде чем мы начнем, я в первой части забыл упомянуть про Cleanup функцию в стандартной библиотеке Go. Мы берем, я здесь накидал небольшой тест, TestExampleCleanup. Я передаю объект T, ссылочка на TestingT, обязательный аргумент. И у него есть функция Cleanup, которая по сути является, она выполняется, ну она по сути является teardown, то есть она завершается в конце всех тестов, в конце всего. И здесь у нас какая ситуация? Start, то есть это по сути наш setup перед всеми тестами. Дальше первый тест, который проходит успешно. Второй тест, который проходит успешно. И третий тест, который падает. T, да, T, Fatal. После чего у нас teardownAttend, то есть когда все тесты пройдут, этот код должен сработать. И функция Cleanup. Теперь давайте запустим, посмотрим, что будет. У нас setup произошел. Первый тест отработал OCK. Второй тест отработал OCK. Третий тест упал с Fatal. И отработал teardownAttend. И teardownOnCleanup отработал. Да, наша функция Cleanup и код в конце всех тестов. Тогда закономерно спросить, а зачем нам Cleanup, если вот этот код все равно отработает в конце. Напомню, что в сетапе мы создаем нужные объекты для тестов, да, нужные данные в базе, файлы. Ну, в зависимости от того, какой код тестируем. А в teardown мы все это подчищаем за собой. То есть удаляем, чтобы не навредить следующим тестам или в принципе тестированию или базе. Мы все за собой подчищаем, убираем. Чистим за собой. А нужен он вот зачем. Затем, что если мы здесь вызовем панику. С паниками был урок в прошлый раз. Один из прошлых уроков был посвящен паникам. И если у нас один из тестов запаникует, то у нас сетап, первый тест, второй тест, а третий запаниковал, да, I'm panic. I'm panic. И код, который teardown at end, не случился. Он не случился. И код клинапа не выполнился. А теперь мы перенесем клинап туда, где он был изначально. В самом начале. После сетапа. После сетапа. Запускаем еще раз. Теперь мы у нас видим следующую ситуацию. Сетап. Первый тест выполнился. Второй тест выполнился. Третий тест начал выполняться. И сработал клинап. Потому что третий тест упал в панике. Но клинап все равно отработал. Поскольку объявлен он сразу после сетапа. В этом и отличие. Вот этого teardown at end, до которого код не добрался. Тесты не добрались до него, потому что здесь случилась паника. Но клинап все равно выполнится. И правильным способом подчистки за собой хвостов это будет использование клинап функции. Клинап функции. Так. Ну с первой частью и в принципе мы закончили. И переходим к фреймворку. К фреймворку. К второй части тестирования. Для больших программ есть смысл использовать более мощные способы тестирования. Для Goal существует множество фреймворков, которые легко и просто подключаются к тестам, совместимы с командой GoalTest, и расширяют возможности тестирования. Мы сегодня с вами рассмотрим один из таких, и называется он GoConvey. Это по сути DSL-подобный синтаксис для Behavior Driven Development. Вспоминал, как переводится BDD. Забыл уже. Вот. И теперь давайте мы напишем несколько тестов, несколько тестов, используя GoConvey. Используя GoConvey. Мы его импортнем. Он у меня должен стоять уже. Где-то он здесь должен быть. Вот. GoConvey, GoConvey. И здесь мы напишем, вызовем ключевой метод. GoConvey. Далее идет имя теста. Мы напишем, что something something works properly. Далее. Вторым аргументом мы ему передадим T. Testing T. Это все еще обязательный аргумент. Тесты пишутся так же. И третий аргумент — это функция. И третий аргумент — это функция. Соответственно, здесь мы уже можем начинать писать assertion. Мы пишем soul и пишем 1 should equal 1. Можем писать второй. Soul второй assert 2 умножить на 2 should equal 4. Теперь мы можем это запустить. И мы видим вот такой отчет. Something works properly. две галочки, две галочки, потому что здесь два assertion. Мы можем написать второй именованный тест. Convey more test какой-нибудь. Func. Да, прошу заметить, что здесь вторым аргументом уже не идет T. Мы не передаем T. Нам это уже не нужно. Мы на самом верхнем уровне объекта Convey мы передали T. И ниже лежащие, которые внутри, для них T уже можно не передавать. Далее. И здесь у нас также могут быть какие-то такие же assertions. Неважно какие. И у нас получается something works properly. Два assertions успешно. И more test. Два assertions успешно. И таким образом вы пишете тесты, описывая, что у вас происходит. Вы даете понятные имена Convey объектам. И внутри прописываете assertions. Внутри прописываете assertions. Прежде чем продолжить, необходимо понять, в каком порядке выполняются assertions и Convey. Да? То есть это древовидная матрешка. Это древовидная матрешка. Смотрите, какая ситуация. То есть, когда мы в первой части подготавливали setup и tierdown, в setup мы настраиваем наши тестовые объекты, создаем их, и так далее, с ними возимся, в tierdown мы их удаляем, подчищаем за собой все, то здесь с этим немножко на самом деле все понятно и просто, просто не так, как в стандартной библиотеке. Поэтому надо разобраться. Допустим, у нас есть некая переменная x равная нулю. Мы создаем наш Convey, да? То есть, описываем, что мы тестируем вообще, какой scope тестов мы сейчас будем запускать. И здесь мы пишем x++. Далее, здесь будет A, допустим, здесь будет, давайте, другое название дам, A, A, и это будет A1, ну или это будет AB, вот так, ну, чтобы показать, что это вложенность, AB. В AB мы тоже сделаем x++ и создадим еще один объект Convey и сделаем ABC, ABC. Теперь еще одна функция, внутри делаем x++ и уже assertion. Чему здесь будет равен x? Он равен нулю, здесь он стал единичка, здесь двоечка, здесь троечка. Очевидно, что x should equal 3. И это правда. Вопрос другой. Convey ABC1, дальше функция. Чему равен x здесь? Допустим, мы даже вот отсюда x уберем и здесь у нас он будет двоечкой. Да? 1, 2, x2. Чему будет равен x здесь? Во втором Convey. В ABC1, ну, точнее, это ABC1, а это ABC2. В ABC1 он двоечка. Следующий Convey объект ABC2. Сейчас самое время поставить видео на паузу и предположить, а лучше написать в комментарии, чему равен x вот здесь, на 18-й строчке. Все, кто хотел, уже поставили видео на паузу, уже ответили. И давайте теперь правильный ответ. x был 0, 1, 2, и здесь он двоечка, 3, 4. здесь x будет 4. Запускаем, проверяем, и это действительно так. x 4. Соответственно, если мы создадим еще один Convey рядышком, то здесь x будет уже равен 6. 1, 2, 2, следующий Convey начинаем заново, 3, 4, проверяем, что он 4, следующий Convey опять начинаем заново, 5, 6, и осердим, что он 6. То есть, это такая елочка. Каждый раз, когда запускается Convey объект, когда запускается Convey и проходится по древовидному Convey объектам. То есть, строится некое дерево Convey объектов. Когда мы разобрались с последовательностью, это самое важное в Convey фреймворке, мы переходим к Sol. Sol это аналог assertion, то есть, как в Java assert, assert equal и так далее, как в Python assert, в PyTest. Здесь это Sol. Это assert. Да, важно сказать, что вот здесь, где мы плюсуем X, это лучшее место для сетапа. Лучшее место для сетапа. То есть, здесь можно подготавливать объекты к тестированию и так далее. Но важно следить, что если у вас множество Convey объектов здесь, множество, то есть, учитывайте это, то тогда сетапы должны быть и демподемпными. То есть, при повторном выполнении не должно ничего меняться. не должно ничего меняться. Так, ну и теперь мы переходим к assertion. Здесь интерфейс assertion идеальный вообще. So, итак, X должен быть равен двум. Ну, это, по-моему, замечательно. Также, он может быть не равен should not equal. Это общий, да, мы сейчас с вами по общим сравнениям пройдемся. Should not equal, should resemble. Should resemble это глубокое сравнивание массивов, слайсов, мэпов и структур. То есть, GoConvey позволяет глубокое сравнение этих вещей производить при помощи should resemble. Should not resemble, значит, не должны быть равны эти две, два массива, два мапа и так далее. Should point to, тоже интересный, а серд, это значит, что указатель должен указывать на определенный объект или не указывать, если should not. Почти у всего есть should not, и я не буду на этом акцентировать внимание. Should be new, то есть, объект должен быть нилом. Should be true, то есть, ну, понятно, должно быть true. Ну, и также should be false. И should be zero value, да, то есть, некое нулевое значение. Пустая строка или ноль для инта. Теперь мы переходим к числам. Числа можно сравнивать, они могут быть больше, greater than, больше или равно, greater than or equal to, less, то есть, числа могут быть меньше чем, меньше чем или равны, less than or equal to. Также числа могут быть between, то есть, троечка между нулем и десяткой. Да, этот тест пройдет. Причем, на битвине я хочу свое внимание уделить, внимание уделить побольше, потому что вот у нас здесь двоечка, мы говорим, что x должен быть между нулем и двойкой. Как вы думаете, тест пройдет? Нет. Тест не пройдет. Почему тест не пройдет? Потому что 2 должно быть между нулем и двойкой, а оно не было. Да, то есть, 2 не между нулем и двойкой. Помните, как в математике, когда у нас круглая скобочка у множества, то это значит, не входит элемент, то есть, двоечка не входит, то есть, это знак больше, а не больше или равно. Если же скобочка квадратная, то оно входит, это значит больше или равно. В данном случае, угол конвера, когда мы указываем should be between, то 0 и 2 не входят в это множество. Соответственно, это только единичка, на самом деле. 0 и 2 это только единичка. Если мы здесь укажем 3, то это 1, 2. Если 4, то это 1, 2, 3. Ну и так далее. Далее, еще интересный, интересный assertion. Это should be, should almost equal. Almost equal. Almost equal. То есть, почти эквивалентно. Почти. И у нас чему здесь x равен? Здесь x равен 2. Мы говорим, что мы ожидаем 2, 89. И погрешность может быть 11. 11 десятых, сотых, 11 сотых. Если мы запустим этот тест, а у нас двоечка, да? Ой, у нас x двоечка, извините. 1.89. И погрешность 11 сотых. Правильно. Экспекта 2 to almost equal 1.89. Хорошо. Пусть будет 98, а погрешность 0.2. Это только что работало? А где-то... Нет. Нет. Multiple converse with identical names. А, вот где ошибка. А я думаю, где ошибка? C1, C2, C3. Не должно быть одинаковых имен. Не должно быть одинаковых имен. Вот. Should almost equal 1.98, погрешность 0.3. То есть 1.98 плюс 0.03 будет 2.01. Но он, видимо, округляет. Он, видимо, округляет. Поэтому здесь надо указывать чуть больше, чем надо. Да. 0.3. Соответственно, если мы здесь делаем как изначально я делал 89, то погрешность надо делать 12. и все проходит. При погрешности в 11 не пройдет. Да, в 11 сотых не пройдет. С 12 все проходит. То есть на 1 сотую больше. А если мы сделаем вот так, не проходит. То есть нужно чуть больше, да, чуть больше. То есть он, видимо, там округляет себя внутри как-то. Вот. Здесь можно поэкспериментировать. Ну, хотя вот мы уже проэкспериментировали. Надо хотя бы на 1 сотую больше. А на 1 тысячную пойдет ему? Да. Даже на 1 тысячную пойдет. То есть даже вот я могу вот так указать. И он проходит. Да. А если я сейчас укажу 0, то он не пройдет. Да, он не проходит. То есть даже на 1, боже, сколько здесь? 3, 3, 3 и 2. Типа 10 миллиардов. 1 десятимиллиардная. Да, и он проходит. И если 1 десятимиллиардную убираем, он уже перестает проходить. Ну, такая особенность точности у GoConway. Вот. Так. Также здесь есть возможность работы с коллекциями. То есть у нас есть массив, который должен в себе содержать, ну, какой-нибудь массив какой, int of 1, 2, 3, и он должен в себе содержать единичку. Вот. Should contain. Ну, или should not contain. Should be empty. То есть должен быть пустым. should be empty или should not be empty. не должен быть пустым. Также если мы работаем с мапом, то это should contain key. Да, то есть в мапе должен быть определенный ключ. Или should not be contained key. И так далее. А если мы работаем со строками, то это should start with, то есть начинаться с какого-то символа, или should end with, оканчиваться каким-то символом. Может содержать в себе поиск подстроки в строке также реализован. Should contain substring и так далее. Можно также поработать с паниками. Should panic with. Should panic. Если вы смотрели урок с паниками, то знаете, что панику можно выбросить как без сообщения, так и с конкретным сообщением. И здесь можно отлавливать паники с конкретным сообщением и строить на этом бизнес-логику тестов. Также здесь есть очень хорошие ассерты для работы с временем. Should happen. Should happen after, before, between, on, or after, on, before, и так далее. То есть произошло после какого-то времени, до какого-то времени, между каким-то промежутком времени, в какое-то время или после, в какое-то время или до этого, и так далее. Или should happen with in, то есть в определенный промежуток времени. четкий определенный промежуток времени. То есть ассершенов здесь очень много. Ассершенов здесь очень много, и они безумно гибкие и удобные. То есть писать тесты стало очень удобно и вообще не напряжно. Ну, совсем прям не напряжно. Вот. Если мы с сетапом более-менее разобрались, то у нас остался вопрос, а что же делать с тирдауном? Для тирдауна есть отдельная функция. называется Reset. Она принимает на себя функцию, и в ней мы пишем T-Log Finish. Finish, не туда. Finish. И что сейчас произойдет? Что очень важно на самом деле. Мы сейчас T-Log Finish выводим, запускаем тесты, и мы эту надпись видим после каждого теста, потому что она находится на верхнем уровне конвей, рядышком. Вот конвей, вот Reset. Соответственно, вот в это дерево конвей объектов добавляется еще один конвей объект, который Reset. То есть выполнится A, потом AB, потом ABC1 и Reset. После каждого теста, после каждого финального конвей объекта с Asertion. Причем здесь может быть сколько угодно Asertion, но Finish выполнится один раз для всех Asertion. То есть здесь все Asertion прошли, выполняется Finish. Не для каждого Asertion выполняется Finish. И это важно. И это важно. То есть с конвей тесты писать очень удобно. Очень удобно. И как бонус я оставил напоследок это полноценный WebUI с мониторингом изменений, с перезапуском тестов, с десктопными уведомлениями. Идем в терминал, вводим GoPath Bing Convey, запускается WebServer, запускается WebServer, и в этом WebServer мы видим все наши тесты. Все наши тесты. Вот они TestCleanUpExample, вот они 3 финиша, вот A, A, B, A, B, C1, A, B, C2 и так далее. И если мы сейчас допустим в каком-нибудь тесте запустим панику, I'm in panic, запустим тесты, у нас тесты упали, ну один тест упал из-за паники, I'm in panic, вот огонек появился, и перейдем в этот интерфейс, мы увидим панику, мы увидим классный интерфейс, похож на управление Shuttle, справа весь лог, что у нас 5 осерженов, 4 прошло, один запаниковал, здесь целый stack trace, большая красная надпись паника, где паника написана, на какой строчке кода и так далее, то есть полный 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 отчет обо всем, что у вас происходит, и это безумно удобно, отсюда можно еще раз запустить тесты, и опять получить ту же историю, а если панику удалить, вернуть как было, и отсюда же запустить тесты, то они сразу же пройдут, то есть UI видит, что код изменился, и запускает тесты, и это безумно удобно, то есть это прям ну очень удобно, эту историю встраивается вся ICD, и настраивается мониторинг, и прям, прям, боже, замечательно, замечательно. Помимо GoConway есть еще популярные фреймворки типа Gingot, Testify, GoCheck и другие. Если кто-то пользовался чем-то еще, кроме GoConway, напишите об этом в комментариях, сравните их, и будет интересно ваше мнение касательно этих фреймворков. А у меня на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Поддержите канал лайком и подписывайтесь. До новых встреч. Пока.